Вот такая вот крутая раскладная клавиатура, вот такая вот с тачпадом на канале Технозон. Поехали! Привет, ребят! Очень давно мне на глаза попала эта клавиатура, но все никак не добирались руки для того, чтобы сделать на нее обзор, полноценный обзор. Это вот такой вот форм-фактор клавиатуры, при этом полноценной клавиатуры. Это Bluetooth-клавиатура с аккумуляторами. Она вот так вот раскладывается и здесь у нас есть такой, знаете, ноутбучный формат, я это называю, с русскими буковками, с набором F1, F12, которые совмещены с цифровой панелью. Это очень мягкие кнопки, это очень отлично работающая клавиатура. Я просто сегодня вам показываю, как она работает. Почему она мне интересна? Потому что я очень часто езжу по странам различным, со своим каналом 4K Geoplace, и мне очень удобно брать такую клавиатуру для того, чтобы я подключал его к Smart TV Box, на которых я иногда работаю. Я, например, беру с собой HADOS на Linux, либо беру с собой иногда UGUS M6 Pro, на которой у меня установлен Linux RMBand, и работаю полноценно, как на простом компьютере. Вот такая вот клавиатурка мне очень даже заходит. Даже для простого Smart TV Box зачастую там набирать название фильма, либо браузить. Кстати, для браузинга вообще идеально. Вы сложили, положили возле вашего, на вашем столе, она очень аккуратненько лежит. Что ж, будем сейчас ее подключать. Во-первых, посмотрим, сколько она стоит на AliExpress. Обязательно посмотрим. Комплектность рассматривать не будем, потому что здесь у нас есть всего лишь кабель зарядки для этой клавиатуры, и вот такая вот инструкция. Больше ничего нет. Ну и, само собой, пакетики. Это нам тоже неинтересно. Ну и, конечно же, ссылка на эту клавиатуру, на проверенный источник, лежит в описании под видео. Также под видео есть кнопка подписаться и колокольчик. Если вы еще этого не сделали, но я вам это очень советую, потому что вы пропустите наши самые интересные розыгрыши. И ссылка на очередной розыгрыш тоже лежит в описании под видео. Но сейчас я бабул на канале Технозон. Вот такая вот клавиатура Вонтер. Переходим и начинаем ее обозревать. Поехали. Начнем мы с вами с Android TV платформы. Клавиатуру мы подключили. Единственное, хочется отметить, что при подключении он просит ввести пароль и ОК без диалога у окна. Просто вводите на клавиатуре пароль, нажимаете ОК, и оно подключается. Главное, чтобы она была совместима с Android TV платформой. Если она совместима с ней, то значит она совместима и с компьютерами, и с чистым Android. Пофигу. Так, поехали. Право, лево, вверх, вниз работает. У нас работает тачпад. У нас есть с вами, вот как я подсмотрел в инструкции, у нас с вами тачпад с многоточечным, скажем так, нажатием. То есть, если мы будем двигать одним пальцем, то обыкновенные один фингер, короче, у нас просто нажать, это будет просто кнопка левой нажать. Вот, нажали. Если мы нажимаем двумя пальцами, то это кнопка назад. В данном случае кнопка назад у нас должна работать как, вернее, кнопка 2, она должна работать на Android TV как кнопка назад. И она работает. Два пальца это слайд на мыши, и вот он, он слайдит это все дело. Ну, у нас просто Android интерфейс, он не подключен сейчас никакому модему, вернее, к роутеру никакому, не прогружено много этих иконочек. Да, вот оно слайдит, у нас есть щипок, но это для, допустим, для компьютеров, когда щипок вам нужен, либо при подключении к смартфонам вы можете делать масштабирование. Или в тех же самых браузерах. Есть у нас щипок, три пальца, это WN, так, три пальца, что у нас три пальца делают? Win plus S, это Cortana вызывает, но для нас это не надо. Три пальца лево-право, это у нас получается для Windows опция, когда оно стретчит вперед-назад, лево-право, ну, в нашем случае это тоже не работает. И для Windows у нас здесь есть еще очень много различных опций, поэтому это полноценный тачпад, как на крутом каком-то ноутбуке. Он, он действительно классно работает. Давайте с вами еще попробуем такую штукенцию, как работа с браузером. Поехали в мои приложения. Например, у нас есть здесь Google Chrome, и там мы заодно с вами проверим, как работает у нас, ооо, а что у нас, непредвиденная ошибка в Google Chrome. Это печально. Сейчас мы с вами установим какой-нибудь браузер и проверим. Заходим в поиск. Слушайте, клавиатура полностью функциональна. Сейчас мы с вами введем здесь слово браузер. Браузер. Нажимаем Enter. И у нас есть с вами здесь вот есть Puffin Browser TV от Puffin Browser. Мне очень нравится Puffin Browser. Нажимаем установить. Все эти действия я сейчас выполняю с помощью клавиатуры. Я просто-напросто действую кнопками вверх, вниз, лево, право и плюс нажимаю кнопку Enter и ввожу название. Само собой я помогаю это все мышью. Это удобно. Это действительно удобно. Нажимаем открыть браузер и пробуем, как мы будем браузить с помощью такой клавиатуры на Smart TV Box. Введите URL. Давайте введем Google.com. Google. Слушайте, кнопки очень мягко нажимаются, как на ноутбуке, только к ним надо к расположению привыкнуть. Google.com. Нажимаем на поисковый запрос. Google у нас открылся и поехали печатать. Что мы с вами сейчас найдем там? Например, Nvidia Shield TV Pro 2019. Мне однозначно это нравится. Однозначно нравится. Правда, кнопка Enter здесь не работает как надо. Это значит, что нам нужно будет ее переназначить в конечном итоге. Но у нас есть Key Remiper и это не составляет труда. Нажимаем поиск Google. Все у нас нашло. Так, при нажатии кнопки Caps все работает. Блин, это очень мягко. При нажатии Alt Tab он, по идее, вызывает последнее приложение. То есть переключается между приложениями. А вот, кстати, у меня включился еще другой браузер. Это Google Chrome. Здесь у нас тоже все работает. Давайте вобьем сюда тоже Google.com. Стоп, 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 стоп. Google.com. Слушайте, вот реально рекомендую. Да, кнопка Enter надо будет переназначать. Переназначение нам необходимо. Кнопка Enter. Ну, удобно, что есть подключение через Bluetooth именно. Нет, не занимает донгл. Слушайте, отлично. Класс, класс, класс. Главное, что у нас работает здесь и аэромыш. А это очень удобно. Поэтому, я не знаю, что мне еще попробовать на этой клавиатуре. На Smart TV Box работает. А, у нас есть еще с синенькими здесь указанные навигационные кнопки. В принципе, для TV Box пойдет. Мы сейчас их попробуем. И плюс мы должны с вами еще попробовать копировать, вставить. Обычно на Android TV Box это, ну, целая проблема с копированием и вставкой на, например, адреса плейлистов ваш IPTV Player. Давайте с какого-нибудь сайта мы просто-напросто возьмем и скопируем какую-нибудь надпись. Вот, давайте скопируем. Нажимаем копировать. У нас, в частности, интересует не это. Нас интересует копирование через Ctrl-C. И давайте мы сейчас сделаем. Да, оно вставляет. Давайте выйдем в главное меню и попробуем в каком-нибудь приложении вставить то, что мы скопировали. Да, это необходимо использовать вместе с пультом. То есть, вы без пульта здесь не обойдетесь. Но это именно как дополнительная полноценная клавиатура. Вот, давайте сюда попробуем вставить через Ctrl-V то, что мы скопировали. И оно действительно вставляет. Отлично. Сейчас мы попробуем с вами, как работают у нас вот эти вот навигационные кнопки. Например, в YouTube. По крайней мере, они здесь есть для чего-то. А ну, слушайте, звук есть. Регулируют. Звук регулирует. Через функцион. Плюс, вот у нас есть тут синенькими громкость регулируется. Есть у нас звук выключения-включения. Сейчас мы включим еще видео. Попробуем, как у нас проигрывает. Вернее, останавливает и перематывает. Давайте, 4K GeoPlace, мой любимый канал, который мы делаем. Давайте пробуем. Оп, пауза работает. Воспроизведение работает. Вперед перемотка работает. Слушайте. Вообще, мне очень сильно это нравится. Вот чем больше, чем дальше в лес, тем толще партизаны. И, кстати, если у вас лежит голосовой пульт, и вы нажмете на F Function плюс F1, он включит голосовой поиск. И будет слушать вот этот самый пульт, который у вас есть. А давайте мы пульт отключим. Может, в нем еще и этот есть. И микрофончик. Хотя я сильно сомневаюсь. Давайте включим. Раз, два, три. Нет микрофона в нем нет. Это то, что требовалось доказать. Я готов пройти, прорезюмировать данную клавиатуру. Клавиатуру понравилась мне вообще, да не могу. Серьезно вам говорю. Давайте выходим и резюмируем. Вы знаете, вот рекомендую. Вот рекомендую данную клавиатуру как дополнительное средство для вашего смарт-в-бокса. Как полноценную клавиатуру для вашего телефона. Как полноценную клавиатуру для компьютера, какой-нибудь для планшета. Это вообще идеально подходит. То есть, вы взяли планшет с собой в дорогу, подключили к нему компьютер и работаете. Особенно, если это планшет для Windows. Она складывается, она Bluetooth. Bluetooth, она удобная, она на магнитах. При этом еще и не отлипает. То есть, вы можете ее залепить, она не будет у вас болтаться. Включается и выключается кнопкой, заряжается, надолго хватает аккумулятора. Если вам нравится то, что мы делаем, то ставим пальцы вверх. Кавиатура рекомендована. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребята.